Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задается анонимно. Человек описывает ситуацию, где у него возникает ощущение мыслительной жвачки. Есть потребность постоянно задавать вопросы, постоянно прояснять ситуацию, постоянно что-то для себя стараться понять. Человек говорит о том, что от этого существует большую усталость и тревогу, но не задавать этих вопросов человек так же не может и, соответственно, упоминает, что когда принимал препараты, то этого не было, а препараты снова принимать не хочет. Ну, здесь в первую очередь, на мой взгляд, то, что нужно сделать, это выяснить, в каком контексте вы принимали препараты. То есть, у вас было какое-то заболевание или что, почему вы принимали препараты. Это довольно важный момент, потому что, если у вас есть какое-то заболевание, то необходимо выяснить анонимно все его, так сказать, детали, все его аспекты и нюансы, если мы хотим вам помочь. Дальше, я думаю, вот, если вы меня, ну, как бы, если вы меня спросите, то я вам скажу, что то, что вы описываете, очень похоже, во-первых, на страх, на страх ошибки, вот, и на неуверенность в себе. Вот эти два аспекта я бы, ну, в какой-то степени сделал бы ключевыми. Вот, то есть, данный аспект я бы выделил как ключевой. Страх оценки и неуверенность в себе. Вы боитесь сделать что-то не так, это страх оценки, и вы не доверяете себе. Вот, естественно, важно понять и увидеть, как у вас это развивалось, то есть, всегда ли так было, вот. А, или началось с какого-то момента этого, понимаете, да? То есть, нужно выяснить этот аспект, прояснить его и разобраться. Навязчивость, а у вас есть элементы навязчивости, так или иначе, напрямую связанные с потребностями. То есть, у вас есть некоторые потребности, которые вы пытаетесь реализовать посредством такой навязчивости. Потребности нужно разгрузить, чтобы они не были ограничены одной формой. Это первое. Ну, и второе, на что хочется обратить внимание, это то, что, как будто бы, вот, это самое интересное, что есть у вас в жизни. Да, то есть, хочется задать вопрос, а вам по своей жизни интерес, вы-то, как бы, вот, вы все спрашиваете, спрашиваете, как будто, то, на что вы можете опереться, находится во внешнем мире. Но не у вас, не у вас внутри, а то, на что вы опереться, можете опереться, на самом деле, находится именно внутри вас. Только вы этого не слышите, вы к этому не прислушивайтесь. Вот, задача психолога заключается в том, чтобы вас этому научить. Так что, за все, кто-то хороший вопрос на психотерапию. Но сначала нужно увидеть более полную картину и посмотреть, нет ли у вас каких-то нюансов, связанных с заболеваниями, связанных с медицинской стороной. Вопрос. Поэтому я бы рекомендовал вам обратиться к врачу и поговорить с ним о целесообразности психотерапии. А препараты проблемы не решают, они только, в общем и целом, дают какой-то эффект, но проблемы не решаются. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!